МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, сегодня замечательный повод, что называется, ко встрече. Всегда таких поводов было бы больше. Это открытие очередного детского сада. В пятницу распахнул свои двери 111-й детский сад. Замечательное событие. Очень красивый получился и фасад, и внутри. Сейчас будет у нас репортаж, мы это все посмотрим. Ну, собственно, у этого сада история, которая достаточно давняя. Он был как детский сад, потом ушел из городского увидения, и вот теперь опять стал детским садом. И более 20 лет здание использовалось не по назначению. Администрация города предложила Ростелекому, собственнику, передать эти помещения в собственность города. Это было сделано. Поменяли площади. И мы смогли капитально отремонтировать, пристроить, увеличить размеры этого детского сада, сделать его необыкновенно красивым. Вот, честное слово, я еще такого сада даже и не видела. Он внешне как игрушка. Люди останавливаются, идут. Улица Горького, дом 20. Всех желающих приглашаем пройтись мимо посмотреть. Действительно уникальное просто учреждение. Но если говорить в целом по городу о проблеме дошкольного образования, то 1 сентября 2013 года в детские сады города пошло 20 тысяч деток, дошкольников. Если брать 1 сентября 2014 года, то это 22 500. То есть 2,5 тысячи дополнительных мест в детских садах. Да. И это только на 1 сентября. И это только на 1 сентября. Мы ввели дополнительно за год за счет строительства и реконструкции детских садов, за счет высвобождения всех помещений и открытия дополнительных групп во всех садах, где только можно. Я должна сказать, что дополнительно сверхплана мы за этот год открыли 9 групп еще двухлеток, потому что этот вопрос остается острым. Если брать 2 прошедшие года, то 11 садов реконструированы, построены, или вот эта работа завершается на сегодняшний день. Но это цифры колоссальные, потому что за свою историю дошкольное образование города Рязани вот таких темпов развития еще не видела. Но главная цель наша – решить проблему мест в дошкольных образовательных учреждениях для того, чтобы люди могли спокойно идти на работу, мамы могли устраиваться на работу, и ребенок получал дошкольное образование в соответствии с законом об образовании Российской Федерации. Ну, вот открыли 111-й сад. Я думаю, в течение недели-двух мы откроем еще 123-й сад на Гагарина после реконструкции. Это сад действующий был, мы его закрывали, надстраивали третий этаж, делали капитальный ремонт и дополнительно 140 мест. Это, можно сказать, еще один детский сад. Детский сад будет большой, более 360 детей теперь его будут посещать. Мы ведем строительство детского сада в жилом микрорайоне Братиславский. Этот детский сад будет носить номер 30. До 1 января он будет построен и подготовлен к запуску. И, я думаю, первые дни Нового года распахнет свои двери и примет детей. И тогда проблема мест в дошкольных учреждениях в железнодорожном округе будет полностью решена. Александр Анатольевич, ну вот сейчас мы еще вернемся к делам предстоящим, к саду на Гагарина, к саду на Братиславской. А сейчас все-таки предлагаю чуть-чуть вернуться в прошлое, к событиям этой пятницы. И у нас есть репортаж с торжественного открытия детского сада номер 111 на улице Борького. Действительно, наверное, самого красивого детского сада города. Детский садик номер 111 после полной реконструкции наконец-то открыл двери для своих маленьких подопечных. Ремонтные работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация региональных систем дошкольного образования». Я очень рад, что дети будут находиться в современных комфортных условиях, что здесь профессиональный коллектив, что родители, которые здесь живут поблизости, могут приводить детей в шаговой доступности в детское дошкольное учреждение. Это тоже очень важно. Это вообще улучшает социальное самочувствие наших жителей. Одно дело, когда мама везет ребенка в городском транспорте, там, допустим, за 3-9 земель, да там еще и ребенок капризничает, в автобусе происходят различные... То есть настроение от этого не улучшается, да? А здесь привел, оставил и спокоен. Открытие детского сада обеспечило более 140 мест деткам от 3 до 7 лет. Вообще Октябрьский район является самым старым в нашем городе, посему здесь расположено великое множество устаревших зданий, в том числе и соцобъектов. И такой подарок молодым родителям сейчас очень кстати. От себя, от своего коллектива я могу пообещать то, что нашим детям будет комфортно и уютно. Мы приложим к этому все свои силы и старания, а родителям будет спокойно, когда они будут отдавать нам наших детей. У нас сейчас освободятся места в других детских садах, и, естественно, они там сополняются детьми, которые тоже живут там поблизости. Вот это очень важно. Ну, Рязань еще должна вести в этом году два детских дошкольных учреждения. Сейчас я завершаю работу по одному из детских садов, по реконструкции. Значит, и вы знаете, что строится детский сад на Братиславке, который новый совершенно, сад, современный сад тоже, который должен быть построен концу этого года. В целом, по Рязанской области я уже не вижу такой острой проблемы сейчас с местами детских дошкольных учреждений. В садике организовано пять групп общеразвивающей направленности. Имеется музыкально-спортивный зал, пищеблок, прачечный, медицинский кабинет и, конечно же, современная спортивная площадка. Не обойден стороной вопрос безопасности. Детский сад оснащен видеонаблюдением и домофоном. Ну что ж, вот такой репортаж, замечательный праздник. Еще раз говорю, замечательный у нас сегодня повод для встречи. Таких бы побольше. Александр Анатольевич, ну вот вы упомянули про то, что ввели 111-й сад. Мы сейчас показали, что на очереди 123-й сад на Гагарина буквально в течение двух недель, что до Нового года сад на Братиславской. Скажите, у нас очередь по трехлеткам, которая много-много-много лет была. Я, насколько понимаю, сейчас она близка к тому, чтобы быть закрытой. Ну, фактически, она близка к тому, чтобы быть закрытой. Я думаю, если останется проблема, это только по кольному, и то эти дети имеют возможность посещать детские сады, но не в шаговой доступности. Потому что там двух детских садов, которые есть 41-й и 26-й, недостаточно. Дома растут, как грибы в этом микрорайоне. В основном въезжают в новые квартиры молодые семьи с детьми. И вот эту проблему пока решить не удается. Там, конечно, еще требуется один детский сад. Мы этот вопрос рассматриваем. А в целом по городу, я думаю, что проблема будет закрыта к 1 января 2015 года. Вот я помню, что когда мы с вами встречались в этой студии пару месяцев назад, вы даже призывали горожан активнее записываться в 111-й детский сад, который открыли в эту пятницу. Были свободные места. Сейчас удалось это ликвидировать проблему? Ну, он у нас почти полностью укомплектован. Укомплектован у нас в 111-м осталось немножечко мест для детей двухлеток. Как ни странно, просто родители, наверное, не сориентировались, не записывались. С 20-го числа открыта запись в группу двухлеток. Их, конечно, всего 20 человек. Но тех, кто сможет, успеет. Нужно записаться в МФЦ на очереди. Перед этим мы только за неделю открыли второй детский сад на Урицкого после реконструкции. И этот центр, и вот эта реконструкция садов в центре и введение новых садов позволила эту проблему, остроту ее в центре снять, конечно. На Первомайке 55 мы продолжаем строить. В прошлом репортаже я говорила, бизнес-сообщество строит детский сад. И как только они закончат строительство коробки, это будет передано городу, муниципалитет, и город будет заниматься отделкой и запуском сада. Ну, это уже дело, что называется, следующего, 2015-го года. Это, конечно, 15-е. Это весна 2015-го года. Вообще, тема дошкольного образования, она достаточно острая. Городские власти придают ей большое значение. В отчете главы администрации Виталия Артемова перед депутатами городской думы по итогам 2014-го года очень много было на эту тему сказано. И я прекрасно помню, что по итогам этого обчета были две задачи сформулированы, которые администрация намерена решать. Первая задача – это как раз по сокращению остроты проблемы в части детей двухлеток, чтобы с двух лет люди имели возможность отдавать детей в сады, в ясельные, что называется, группы. И вторая проблема – это разрывка в заработной плате, который образовался между воспитателями и, скажем так, обслуживающим персоналом, то есть нянечками, как мы их называем в простонародье. Каким образом получается эти задачи решать? Ну, принято решение. Обсуждался этот вопрос. И в проект бюджета 2015-го года было внесено предложение о повышении заработной платы младшему персоналу, это помощникам воспитателя, зарплаты на одну тысячу рублей. С 1 января эти выплаты будут производиться. Я понимаю, что жизнь, она меняет наши условия, и, может быть, тысяча рублей – это невеликие деньги, но, я считаю, подспорье тем, кто такой великий труд выполняет, в общем-то, за достаточно незначительную заработную плату по ценам сегодняшнего дня. Ну, и надо, конечно, просто знать городской бюджет, те цифры, которые там есть, и когда знаешь все это изнутри, действительно понимаешь, что даже по тысяче рублей – это уже большое дело. Главное – не останавливаться на достигнутом. Да. Я думаю, что Дума поддержит нас и утвердит, и это решение в том числе, это правильное абсолютно решение, на мой взгляд. И надеюсь, что с 1 января 2015 года люди будут получать эти деньги. Лариса Анатольевна, я благодарю вас. Спасибо за визит к нам в студию. Спасибо за такой хороший, третий раз скажу, информационный повод. Заместитель главы администрации Рязани Лариса Крахалева. Мы говорили об открытии нового детского сада в Рязани на этой неделе. И в целом о новостях в системе дошкольного образования. Это была программа «Лицом город». До встречи на следующей неделе. На следующей неделе будем говорить о бюджете Рязани на 2015 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова